А в Алдане новые квартиры получили медицинские работники. Всего 12 семей уже могут смело заселяться в трехэтажную новостройку. Власти района отмечают, что это только начало и строительство будет продолжено. Подробнее Татьяна Вахнина. Новенькая трехэтажка под номером 28-1 по улице Кузнецова распахнула двери первым жильцам. Квартиры еще пустуют, однако у дома уже есть название, которое имеет все шансы закрепиться в народе – медицинский. 12-й квартирник был возведен силами администрации муниципального образования Алданский район специально для врачей. Деньги все районные, районный бюджет. Тут нет привлеченных денег ни республики, ни еще откуда-то. Мы депутатами районного совета приняли муниципальную программу и в рамках этой муниципальной программы мы построили вот этот дом. Кадровый голод в медицине стоит очень остро. Укомплектованность врачами в Алданском здравоохранении составляет порядка 60%. В числе одной из причин нежелания ехать работать в Алдан молодежь называет отсутствие жилья. Строительство медицинского дома стало первым шагом решения проблемы. В новостройке двух- и однокомнатные квартиры получили шесть приезжих специалистов. Здесь мы ждем людей дефицитных для нас специальностей. У нас с этим у нас появится врач-хирург, онколог, анестезиолог, реаниматолог. У нас появился врач общей практики, врач-эндокринолог. Николай Ермолаев – терапевт районной поликлиники. В Алдан приехал три года назад. Ему было предоставлено место в общежитии. Скоро Николай Вячеславович переедет в собственную квартиру под номером 3. Конечно, очень рад, потому что квартирный вопрос, особенно для приезжих врачей, это очень важно, так сказать. Потому что иметь свой угол, свою квартиру – это очень и очень здорово. Вручая новоселам ключи от квартир, глава администрации муниципального образования Алданский район Северин Позняков выразил уверенность, что скоро дом будет заселен полностью, а медицинская новостройка станет отнюдь не единственной ласточкой. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, НВК Саха, Алдан.